Здравствуйте, приветствую всех на своем канале. В этом видео я покажу вам свой заказ Avon по каталогу номер 8-2016. Если вам это интересно, то оставайтесь со мной. Уже давно я не делала заказ, но здесь я решила сделать именно для себя, потому что клиентов у меня не было. И, возможно, что-то для кого-то будет интересно, может быть полезно. Если это так, то оставайтесь со мной и давайте начнем. Начну я, наверное, с более интересных продуктов. Это даже не продукты, это вещи. Я заказала себе по предложению за 1399 рублей, было две пары леггинсов. И я уже рассказывала в видео, что я нахожусь в процессе похудения, поэтому я решила взять себе леггинсы поменьше. Не 50-52 размер, как я беру обычно, а 46-48. И могу сказать, что вообще-то я не прогадала. То есть они хорошо тянутся, они непрозрачные, я вам сейчас их покажу. А там входят две пары, одни синие, другие черные. Но, правда, в черных есть мое какое-то определенное недовольство, поэтому я их сейчас сразу покажу. Но на возврат я их отправлять не буду. Идут они вот в таком пакетике. В таком. В обычном абсолютно. Ну, все-таки запакованные. И тут написано, что две пары. А по-русски, по-моему. Да, есть. Хранить. Ну, в общем, как хранить. Показываю вам сами лосины. Черные выглядят вот таким образом. Здесь идет такая вот этикетка, которую я, естественно, сниму. Уже я померила. У оба леггинсов идет такая очень хорошо тянущаяся резинка сверху, которая утягивает. И надпись. Сейчас вам покажу. Надпись то, что это русский 46-48. Вот. И вот здесь, ну, это все на обратной стороне, естественно, не на лицевой. Сам материал не прозрачный. Он довольно плотный. Даже если растягивается, растягивается очень хорошо. Выглядит на руке, сейчас вам покажу, как будто бы с лайкрой. Сейчас не очень показывает, но, в принципе, там есть как будто бы лайкра. Ну, то есть, они такие блестящие, красивые, нарядные эти леггинсы. Дальше с вами смотрим. Ну, идет обычная штанина здесь. И в конце вот так вот подогнута. Все хорошо прострочено, ниточек нигде не торчит. Ниточки более-менее все сделано. Не скажу, что прям очень аккуратно, но средне. Что мне понравилось, что я их мерила один раз, и уже есть порванность. Сейчас я покажу ее вот здесь. Наверное, будет видно. Так, сейчас я вам попробую показать. Вот. Эта стрелочка у нас спереди, к сожалению. То есть, это не сзади. Но я менять именно из этой стрелочки не буду. И, скорее всего, это было у меня при примерке. То есть, это не такие пришли сами брюки. Поэтому на возврат их отправлять не буду. Но именно эти черные я буду использовать только в зале, в спортивном. Поэтому ничего особо страшного не будет. Вот. Это были первые леггинсы черного цвета. Еще хотел сказать, что у меня рост 175 см. У меня они еще даже длинноваты. То есть, даже для девушек 180 см в длину они подойдут. Потому что они очень-очень длинные. Так. Сейчас покажу вам вторые. Вторые мне по цвету понравились больше. Потому что они такого необычного синего цвета идут. Они как-то поинтереснее смотрятся. И там нету никаких проблем. То есть, никаких зацепочек, ничего. Хотя я эти и другие мерила. Сейчас я вам их покажу. Синие. Не идут такого даже синие. Немножко чуть-чуть оттенок. Капельку совсем уходит. Фиолетовый. Такая же резинка идет. И снизу все в точности так же. Тело на снизу. То есть, подогнуто. Они везде хорошо тянутся. Тоже с лайкрой. И непрозрачные. Сейчас я вам покажу. Вот для примера рука. То есть, видно, что эти леггинсы не просвечивают. Синие мне понравились больше. Здесь уже никаких нет ни ниточек, ничего. Они, наверное, будут мои любимые из этих двух леггинсов. И также я планирую их носить в спортзал. Для того, чтобы заниматься. Вот. Ну, возможно, это было кому-то интересно и полезно. И дальше мы с вами переходим уже к обычным продуктам. К остальным. Вещи я беру не часто. Поэтому хотелось попробовать. Кстати говоря, на ощупь они очень мягкие. Приятные. Мне понравились. И сделаны они очень даже неплохо. Следующее, что я вам покажу, это будут уже... Давайте тогда перейдем к продуктам. Которые я заказала на посылку. Я скоро отправляю посылку. Леночке, Вол, привет тебе, если смотришь меня. И я покажу здесь тоже ее продукты. К сожалению, писать ароматы в полномерии я не могу. Потому что у меня сейчас насморк. Я приболела. Но я вот то, что смогла сам у Мазда почувствовала. Все ароматы очень приятные. Надеюсь, что понравится. Так, ну давайте пойдем по новинкам. Еще предыдущего. Хотя нет, наверное, все-таки не предыдущего этого каталога. Но в предыдущем были они в фокусе. У меня, кстати, сейчас на заднем плане стоит тоже фокус и каталог 9. Скорее всего, по нему я буду делать тоже заказ. Потому что там меня кое-что заинтересовало. Так, значит, первое это у нас восхитительный сад. Сенсос, витаминная коллекция. Он идет розового цвета, средней консистенции. Пахнет, я еще раз говорю, чтобы понюхала немножко. Мне кажется, приятно. Ну сейчас мне вообще сложно понять. Очень сильно у меня заложен нос. В общем, довольно приятный аромат. Надеюсь, что понравится. Потому что два геля я собираюсь в подарок и прохладный оазис еще. У меня Леночка просила вот этот вот. Ну и тот тоже я и пошлю. Пусть пробует. Вот эти два геля я буду посылать по ссылочке. Скоро мы уже обмениваемся. Не очень тут удобно получается. Поставлю вот так. И третий гель я взяла себе. Это уже кремовый тропики. Папайя и персик. Звучит очень вкусно, заманчиво. Гель идет уже более густой. Кремовый. Его я, скорее всего, оставлю себе. И, скорее всего, на холодное время года. Потому что у меня сейчас есть гель. А я пока пользуюсь другими. Вот. Но это тоже мне, я думаю, что пригодится и понравится. Следующее, что мы с вами посмотрим, это уже мой продукт будет. Да, очень давно я хотела заказать себе пену. Юлечка, привет, если смотришь меня, Макарова. Как-то давно, еще когда снимала видео, хвалила эту пену для бритья. Я решила тоже, ну, пена-гель для бритья себе взять наконец-то. Цена, конечно, в каталоге уже завышена. 285 рублей. Но я решила взять вот такая вот пена. Гель безупречная гладкость SkinSoulSoft с маслом пенника лугового 200 мл. Я уже попробовала. Здесь такой идет дозатор. Видно, что она превращается постепенно. Покажу ее в пену. Хотя, изначально, это голубой гель. Очень приятный продукт. Нужно его немного. И довольно тяжеленько. Такая вот упаковка тяжелая. То есть, там довольно много геля. Я надеюсь, что мне хватит надолго. Скоро уже приближается лето. Естественно, нужно будет более часто прибегать к бритью. И поэтому я уже взяла, запаслась на летний период. Следующее, что я вам покажу, это я взяла в распродаже для папы. Защитный гель для бритья Sport. Но мне кажется, он особенно от обычного, который был голубой, не отличается. Только упаковкой, может быть, немножко консистенции, потому что этот более кремовый. А тот был как гель, этот такой бело-голубой. Он идет, по-моему, 79 рублей был в распродаже. Да, он идет белого цвета, кремовый. Но надеюсь, что мне папе это тоже понравится, потому что он любит вот такие вот гели прозрачные. У него есть борода и усы. И ему удобнее именно с гелем, чем с пеной для бритья. Потому что видно, где что выревается. Этот продукт я уже беру не первый раз, а очень много раз брала раньше папе. Так, следующее, что я вам покажу. Мне не положили пробник, к сожалению, вот этой вот водички, новой Череш Момент. Вот, но, скорее всего, я себе все-таки буду брать набор по каталогу, если буду делать заказ. Даже его не нюхавши. Следующее, давайте я вам покажу, это две палеточки теней. Одну тоже я на подарок Леночке, другую себе. Обе я покажу, но которую Леночке не буду делать. Своей, возможно, сделаю. Пока не пробовала ни ту, ни другую. Ну, то есть, Лену я точно не буду пробовать, просто покажу вам упаковку. Вот, я взяла по распродаже четверочку. Оттенок Daydream. По-моему, краски у меня он называется. Мне понравились там цвета. Ленок, вроде ты любишь. Такие посветлее ты мне писала. Вот, я надеюсь, что тебе эта палетка понравится, когда я ее вышлю. Идет она стандартная для Avon. И тут такие оттенки. Сейчас я вам их покажу. Очень симпатичные. Верхний матовый такой, бежевый. Потом идет розовый с перламутром. Сиреневый такой интересный. И коричневый тоже такие. Вот они, даже третий, четвертый, довольно светлые. Отойду для дневного макияжа. Три оттенка статиновых и первый матовый. Они были по распродаже, недорого. Поэтому я решила взять на подарочек. И вторые тени. Это у нас, которые я взяла себе. Новинка. Вот так уже выглядит упаковка новинки. Это матовые тени. Я очень долго думала, какую взять мне палетку. Везла одну пока что. Называется на smoke and fog. Точно не помню, как в русском называлось. Такая коробочка. Тени эти матовые все. Все матовые оттенки мне не понравились. Так же идет зеркало. Спонжи, как и там стандартно. Такие вот цвета. Все они матовые. Но второй и четвертый немножко с сатином добавление. Давайте делаю свотча, наверное, все-таки. Первый оттенок бежевый. Набирается неплохо. Подойдет на все веко и под бровь. Второй оттенок коричневый. Ну, такой необычный коричневый. С холодноватым таким потоном. Мне, кстати говоря, кажется, что он даже подойдет для бровей для моих. Потому что я практически таким же оттенком пользуюсь карандаша. Да, возможно, попробую его как-то. Даже на брови приспособить. Сейчас камера его передает темнее. Третий, собственно, из-за которого я брала палетку. Такой зеленоватый, сероватый. Очень интересный оттенок. Да, вот так он выглядит. Очень красивый оттенок. Я именно из-за него и брала. Я его, скорее всего, буду использовать в складочку. И четвертый такой оттеночек. Не очень понятный. Коричневый. Ближе к черному. Вот так вот они выглядят. Эти оттенки. Сейчас я нанесу их. Да, передача у этого даже немножко как будто бы голубой чуть-чуть есть. Вот передаются они тоже довольно-таки неплохо. Но как они будут в носкости, как они вообще будут себя вести, выяснится позже. Пока ничего не могу сказать. Если вам это интересно, в комментариях напишите, пожалуйста. Я, возможно, сделаю отзыв отдельный на данную палетку. Как они себя ведут. Как я использую. Какие оттенки. Утром, днем, вечером. Но вообще я взяла эту палетку даже себе на работу носить. Вот. Если вам интересно такое, напишите, пожалуйста, в комментариях. Макияжи я делать не умею. Но снять видео, в котором я просто рассказываю, да, про данные тени, я могу. Так, так как у меня заказик был небольшой, но сумма благодаря леггинсам была довольно приличная, у меня сейчас идет последний продукт. Скоро приближается лето, и я решила себя поразвить новыми солнечными очками. Мои солнечные очки, которые были в том году, к сожалению, пришли в негодность. Они тоже были из-за Иван, и у меня они были не год, наверное, года два или три, и мне не очень нравились. Теперь пришла пора обновить. Я вам покажу, они есть в девятом каталоге, и по такой же абсолютной цене. Они стоили 349 рублей. Эти очки, я вам покажу, как они выглядят. Здесь сначала, в каталоге, вот они. Четвертый номер. Они уже здесь идут, запас двора ограничен в девятом каталоге. Такие вот белые очки. Решила я взять белые. Так они смотрятся на модели. Солнцезащитные очки Анжелина. Категория фильтра 3. Они довольно темные. Здесь они выглядят уже на солнце. Да, такие попрозрачные, но мне кажется, они довольно темные. По одушкам они мне подошли полностью, но немного широковато. Все-таки для моего лица. Но сейчас посмотрим. Аксессуар яркий, интересный. Кстати говоря, пока смотрим девятый каталог, мне еще понравились вот эти сумки две. Я, возможно, возьму вот эту вот себе. Бронзовую. Тут она 799 рублей. Так, выглядят еще сумки. Просто вам показать, пока здесь заодно открылось. Давайте посмотрим очки. Тут они вот в такой вот белой коробке. Я уже их одевала, мерила, смотрела. Дальше, что порадовало, идет вот такой вот чехольчик. Пакетик был вот такой обычный. Все-таки цена, я бы не сказала, что дешевая, но вот это вот было неожиданностью. Вот такой мешочек. Черный, кстати говоря, которому удобно также эти очки протирать. Я уже проверяла. И на нем надпись сейва. Сами очки смотрятся здесь не такими крупными, как у меня на глазах. Они очень крупные, но мне они понравились. Сейчас вот эту пока штучку я не снимала. Ну, после видео тоже ее я, в общем, сниму. Так они выглядят. Здесь такие две, как бы, два болтика идут. Они симпатичные, интересные. Они идут белого цвета. Очень легкие. Душки тонкие, удобные для меня. И надпись Эйва находится на дужках. Вот здесь вот. Наверное, не будет сейчас видно. В общем, вот она. Не хочет камеру передавать. Вот здесь вот мелкими буквами написано Эйвен. А с другой стороны написано, что сделано в Китае. Нет, неправильно вам говорю. Не знаю точно, где сделано. Чтобы не врать, не буду ничего говорить. Нет, здесь просто какие-то цифры стоят. Очки очень симпатичные. За исключением того, что вот в этих местах они мне как бы выпирают за лицо вот здесь, которое находится. То есть они мне крупноваты. Но это не так страшно. Я буду их летом носить, потому что уже начинается солнце. Может быть, не только летом, а в мае уже я начну их носить. И белый цвет, мне кажется, очень хорошо для поднятия настроения. Это не коричневый, не черный, не серый, по крайней мере. А белый цвет, он поднимает настроение. Светленький. И обычно белый, а мной с им летом. Поэтому я решила взять именно белочки. Вот. Ну, вроде бы все я вам рассказала и показала, что у меня было не так много всего. Но, может быть, что-то было здесь интересное. Обошлась я в этот раз без декоративной косметики. В следующий раз я вроде бы в девятом каталоге тоже ничего не планирую брать. Ну, как, вот тень я взяла, правда, из декоративной косметики. То есть без блесков, без помад, без лаков. В следующий раз вроде бы лаки вот новинки выходят. Сейчас я вам в фокусе их покажу, пока у меня пара минуток осталось. Отдельный обзор я снимать не буду. Давайте тогда глянем кратко в фокус, пока у меня парочка минуток осталось. Вот такой лак для ногтей неон выходит. Новинки. Я уже присмотрела здесь себе три оттенка. Желтый, зеленый и синий. Вот. Еще розовый у меня под вопросом. То есть хочу брать. Оранжевый и красный я вроде бы не хочу брать. Вот. А вот четыре вот эти вот желтый, зеленый, синий и розовый вроде бы я планирую. Толета себе эти оттеночки. И сейчас я вам еще покажу, что действительно интересного. Вот это для меня, конечно, не очень интересно, но я покажу. Появляется вот это вот крепное удаление волос на лице и полоски тоже. Также вот румяные шарики. Снова 259 рублей здесь будет недорого. Ну, я это все себе брать не планирую. Дальше. Пена для ванн. Новая 500 миллилитров. 109 рублей будет стоить. Свежий персик. Водичка мужская. И вот это я планирую брать. Бразилия. По-моему, у нас что была Бразилия. Папайя, ягоды, асаи, этиковое дерево. Туалетная вода и парфюмированный спрей для тела. Ну, для лета очень хороший вариант. Скорее всего буду брать. И вот эти два гелика тоже планирую брать для мужчин. Бразильский водопад. И для женщин бразильский коктейль. Пока я, если буду делать заказы, то стоить они будут по 59 рублей, что дешево. И вот эти вот водичка будет 189 рублей при ее цене 540. И спрей 129 при полной цене 370. То есть очень выгодно брать. Так. И тут еще идет сумка Елена. Моя теска. Сумка. С таким же именем, как и я. Но я ее брать не буду. И бижутерия. На этой страничке. Ну, все. Больше тут, наверное... Нет, вот еще лаки. Но я вам их уже показала. Больше особенно ничего нет интересного. В каталоге я, наверное, буду проходиться по парфюмерии. Вот. Обзор я его снимать не буду. Но там меня заинтересовал вот этот набор. Новый череш. Потом еще набор Tomorrow выходит тоже. Где гель для душа. Что там еще? Гель для душа. Лосьон для тела, по-моему. Миниатюрка вот этот вот набор. И думаю, еще под вопросом у меня. Там, туда и Tomorrow Always. Там вот две водички. Выгодно вроде бы. Сумка, которую я вам показывала. Ну и все. Там мне тоже не особенно много чего приглянулось. Вот такое у меня было видео. Надеюсь, оно вам было чем-то интересно, полезно. Давно я не занималась Эйвен. И уже наснимала, как обычно, на 20 минут. Но, может быть, кому-то это было интересно, полезно. Да просто вспомнить, посмотреть. Потому что у меня, на самом деле, канал раньше был задуман как канал рассказов про Эйвен. Вот. Но так как он очень поднял цены, естественно, заказы у меня стали не такие часто, не такие большие. Вот. Но будем надеяться, что будут и более удачные каталоги. И с большими хорошими предложениями. Всем огромное спасибо за внимание. Здоровья, счастья. Я вот приболела. Конечно, не знаю, как будет. Но надеюсь, что нормально. Радости, удачи. Отличного настроения всем. Если...